Вячеслав Олегович, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, если, к первому вопросу, который прозвучал, как дополнение, когда человек, он не пряник, скажем, и хочется сначала просто его проигнорировать, не заботиться. Но если начинаешь о таком человеке заботиться, и видишь, что реально это ему помогает. Но в какой-то момент он начинает... Даже ты готов терпеть оскорбления по отношению к тебе, какую-то грязь на тебя выливает, но вдруг он начинает оскорблять твои идеалы, святых, учителей, то, что ты просто не можешь вытерпеть. Как в такой ситуации поступать? От ситуации зависит. Приступы нужно терпеть. Понятно, что приступ есть приступы. Нужно проявлять это милосердие, человечность и сострадание также и во время очень активного выделения токсинов. Знаете, ну человек, так сказать, не сразу превращается в розу, и не сразу пахнет розами. Есть почему-то у меня легкое сомнение, что вообще когда-нибудь так просто розой начнешь пахнуть. Хотя трактаты об этом говорят, что при определенном питании и мышлении человек начинает пахнуть розой, у меня есть ряд сомнений по поводу того, что мы успеем достичь этого состояния розовости. Поэтому время от времени от человека вообще не розами пахнет. И это значит, что у него есть прошлое. И это значит, что токсины должны выходить. Токсины, к сожалению, выходят всего двумя способами. Это либо мочой, либо потом. Понимаете? Небольшой выбор. И если мы готовы жить с реальным человеком, который несовершенен, не пахнет розами, и он реально очищается, значит, из него выходят токсины, но придется с этим, хочешь не хочешь, философски и практически мириться. К сожалению, это наша реальность. И эта реальность состоит в том, что если очищение началось, то очищение – это не очень приятный процесс. То есть, из человека ни яблоки, ни фрукты, ни мандарины, даже ни сыр. Из него очень неприятные вещи лезут. И как быть врачом, если не терпеть все эти, так сказать, проявления человеческого тела? Так же и как быть тонким врачом? Как быть вот этим философом? Как быть заботливым человеком, если не терпеть все эти проявления тонкого тела? Которые выражаются в гневе, в вожделении, в зависти, в жадности. Они протестуют. Они пытаются революцию совершить. Понимаете? То есть, их же выгоняют? А когда кого-то выгоняют с насиженного места, это очень не нравится? А представляете, как все эти наши качества уже прижились в нашем сознании? А тут их гонят поганой метлой. Поэтому они все договариваются вместе. Идут, так сказать, в нападение. Проявляют свою активность, хитрят. Просто сходят с ума. Пытаются взять власть в свои руки. Революцию устраивают. Кризисы. Так везде. Весь мир так устроен. Кризисы. Что мы должны делать? Мы должны продолжать. Мы должны продолжать. То, что мы обязаны также вместе с этим осуществлять, это некоторую самозащиту, которая выражается в соблюдении дистанции. Как врач он одевает перчатки, одевает маску, чтобы самому не заразиться. Поэтому мы также держим некоторую дистанцию, если человек слишком активен в своих, так сказать, умственных испражнениях. То мы немножко увеличиваем дистанцию. Чтобы до нас не долетело. Знаете как, если вы стоите около дороги и там лужа, ну лучше отойти. Потому что кто-то может проехать по луже. Так же и отношения. То есть кто-то тоже иногда ну разгоняется, что-то у него настроение плохое. И вот он так всех обрызгивает. Что делать? Некультурный водитель, некультурный человек. Поэтому ну отходим. Зонтиком раз. Прикрылись. Зонтиком. То есть умение самообороняться тоже нужно использовать в этом плане. Но в любом случае мы продолжаем лечение. Потому что это естественно для лечения. Это значит, что процесс идет. То есть когда процессы идут, они обычно видимые. Они обычно понятные, они обычно активные. Намного страшнее, когда процессов нет. Когда все хорошо, все гладко. Вот это значит, что там очень застойное явление. А когда процесс яркий, активный. Он такой весь из себя, даже такой скажем так, вонючий немножко. Но это значит, что он есть. Он просто есть. Такая сауна. Духовная жизнь похожа на сауну. То есть это тебя реально очищает. Но и пот с тебя льет. Ничего не поделаешь. Такое место. Хочешь очиститься, но вот надо вытерпеть то, что в сауне не только очищение происходит. Но там также и весь пол в поту. Процесс. То есть в сауне сидишь, рядом очень странные люди. Сидят, греются. Так что вот эта некоторая сентиментальность, она может нас иногда вот так вот отодвигать от людей. Сентиментальность может не давать нам проявлять милосердие, сострадание и человечность. Помощь не сентиментальна. То есть мы имеем дело с реальной жизнью, с реальными пороками, с реальным очищением. И все это настоящее. То есть увидеть все и остаться в живых. Что делать? Жизненный процесс он такой. Веселый. То есть мы, конечно, так сказать, пытаемся как-то все это скрыть и прикрасить. Но он есть. Если мы находимся с людьми в близких взаимоотношениях, то со всем этим придется иметь дело. Никак не получится не замарать руки. Придется. С этим соприкоснуться. И это проявление нашей готовности к этой заботе. То есть забота включает в себя вот эту жертвенность. То есть мы жертвуем своими чувствами. Это все неприятно. Но это реальная жизнь. Ну так что не стесняйтесь. Правда, жизнь она такая. Об этом стоит время от времени разговаривать. В общем-то, с этого начинается и заканчивается наша жизнь. Наша жизнь начинается с того, что кто-то должен нас обслуживать и заканчивается тем, что кто-то должен нас обслуживать. Поэтому в перерывах между тем, что обслуживают нас, мы должны обслуживать других. Такова жизнь. Милости просим. Никак не получится от этого отвертеться. Если я не хочу обслуживать других, то это значит, что я эгоистично принимаю только обслуживание себя. А сам не хочу марать свои руки, обслуживая других. Ну вот, примерно так. Правда жизни она такая. Скажите, пожалуйста, вот мне соберется обычную ситуацию. Муж и жена, да, ну у меня вот девочка-подружка, она живет уже десять лет с мужем, она о нем заботится. Ну, как полагается жена, а благодарности она не видит. Вот, ну, она не верит в Бога. Можно ли человеку, который не верит в Бога, говорить, ничего, терпи, забудься. Она уже говорит, у меня сил нет, благодарности никакой, ничего не помогает, как бы не хочу больше о нем заботиться. Вот можно ли таким людям? Или надо им дать вначале веру в Бога, вот это вот, ну, как бы поворачивать их к этому, да, получается. Что без веры в Бога сила, откуда будет она брать? Ну, а почему это не делать одновременно? Если веры в Бога нет у человека, то он все-таки ждет в ответ, правильно? Ну, и те, у кого есть вера в Бога, они тоже ждут чего-то в ответ. Это не так, что вера пришла, а человек сразу стал бескорыстным. Он еще больше ждет в ответ. Только он теперь еще и Бога, так сказать, немножко как-то ругается с Богом. То есть, так он на судьбу, так сказать, роптал, а так он на Бога начинает роптать. Что-то я не понял, где результат молитв, где результат моих поклонов. То есть, это не так, что прямо все исправится. Я думаю, что это все должно быть параллельно, одновременно. Просто сам принцип, мы должны понять, что в любом случае, жить человечно лучше, чем жить без человека. В любом случае, есть Бог или нет Бога. Я не видел Бога, не знаю, ничего не могу сказать. Но я точно могу сказать этот вывод всех святых и мудрецов. Жить по правилам Бога, то есть, жить человечно, морально, культурно, этично, в любом случае лучше, чем жить аморально, неэтично и безкультурно. И не важно, есть Бог или нет. В любом случае, морально, этичная, культурная жизнь лучше. А с верой разберемся. Это вещь индивидуальная. Понимаете? Ну, то есть, как бы, продолжать заботиться. Да. То есть, морально жить в любом случае лучше, есть Бог или нет. Понимаете? То есть, есть он или нет. Все равно, морально жить лучше. Обиды копятся. Она говорит, я о нем заботюсь, а он нет. Ну, не только обиды копятся. Да, все копится. Все копится. Понимаете, мы сегодня говорили о том, что, в конце концов, разочарование, оно тоже полезно. Поэтому разочарование должно прийти к человеку, чтобы он совершил какой-то прорыв интеллектуальный. Поэтому нужно понимать значение разочарования. Поэтому каждый человек проходит через разочарование. Ничего там такого особенного нет. Но это не значит, что нужно психануть и перестать жить морально. Нет. Нужно продолжать свою культурную, моральную, этичную жизнь. То есть, в любом случае мы видим, что общество атеистов, оно все равно за мораль, за культуру, за воспитанность. Оно все равно этого пытается требовать. Все равно, видите, даже провозглашая отсутствие всех духовных концепций, люди все равно понимают, что надо жить по законам Бога. Потому что, в принципе, мы можем все договориться и больше не убираться. Какая проблема-то? Давайте примем закон, что больше мусора можно не убирать. Но все понимают, что нельзя принимать такой закон. Что должен быть уголовный кодекс. Что должен быть гражданский кодекс. Что все должно быть честно. Что все должно быть по закону. Что все должно быть морально. Что голым по улице ходить нельзя. Понимаете? У нас еще нельзя. А иначе все в акханалию превращается. Сейчас мы недавно ехали на машине по Манхэттену в Нью-Йорке. И там перекрыли дорогу. И был какой-то марафон, бежали люди. И некоторым людям было скучно просто бежать. И они были очень странно выглядящие. И бежал один дедушка. Реально дедушка такой. Старенький дедушка. И он бежал в такой розовой пачке. Балерин. И мы остановились, смотрели на этого дедушку. Как он бежит в розовой пачке. И я думал, вот если бы мой дедушка так бежал. Вот у меня бы был с ним очень серьезный разговор. По поводу морали. Культуры. И стоит ли дедушке бегать в розовой балетной пачке. То есть все равно лучше бегать без балетной пачки. А в спортивном костюме. Это очевидно. И люди тоже все стояли как бы и понимали. Ну дедушка веселый. То есть все равно морали есть. Всем это понятно. И все чувствуют эту мораль. То есть это не какая-то концепция, на которую люди установили договорившись. Это то, что реально внутри присутствует. Мы реально понимаем, что голым ходить плохо. Некрасиво это. Мы реально понимаем, что материться плохо. Плохо это не хорошо. Мы реально понимаем, что обманывать плохо. Что насилие это плохо. Что измены это плохо. Мы понимаем это все. Никому это не нужно доказывать. Люди понимают. И у нас еще даже могут побить за это. То есть я бы этому дедушке не рекомендовал так бегать. По Подмосковью точно. Может быть по центру Москвы еще и можно так пробежаться. Но к нам в Подмосковье я бы ему не рекомендовал прибегать. Потому что простые русские мужики еще как-то сердцем чувствуют. Что морально, а что нет. Да, она простая такая мораль. Но она реально есть. Она реально присутствует. Это наше естественное состояние. Мы естественно понимаем, что возвышает, а что приводит к деградации. Это вещи, которые не нужно принимать законом. Это вещи, которые не нужно принимать голосованием. Они очевидны. Аксиомы. То есть есть математические аксиомы, там геометрические. А есть аксиомы моральные. Моральные. То есть это и так понятно. Всем это понятно. Ну так что за это надо держаться. Иначе никак. Аксиомы. Субтитры подогнал «Симон»